Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 сентября. Страдания святой великомученицы Еликаниды. Святая мученица Еликанида жила в царствовании Гордиана и Филиппа. Родилась она и была воспитанна в Тессалонике. Гордиан старствовал с 238 по 244. Филипп с 244 по 249 год. Когда началось гонение на христиан, она пришла в город Коринф, увидев здесь людей, приносивших жертвы идолам. Она встала на высоком месте и громогласно воззвала. «О, несмысленные и жестокосердные мужи коринфские! Я вижу, что вы весьма нечестивы, ибо вы оставили вечного и нетленного Бога и обратились к служению душепагубным идолам. Посмотрите, прошу вас, на высоту небесную и на широту земную. Подумайте о том, кто распростер небо, как кожу над головами вашими. Кто основал землю над бездною? Кто может укротить страшным и славным именем своим неукротимые волны морские? Кто сотворил человека из земли и вдунул в лицо его дыхание жизни? Лишь тот, кто содержит глани своей всю тварь, есть единый истинный Бог, пребывающий на небесах. Боги языстников беши, суть немы и бездушная, да будут подобны им и все те, кто им кланяется. В то время, как Святая говорила это свободно и громко, нечестивые языстники схватили ее и повлекли на сутки Димону своему перинию. И Димон, посмотрев на нее и увидав, что она весьма благообразна и честна лицом, начал в скротости беседовать с нею, говоря так. Да не пошлется тебе всякое благо, дочь моя прекрасная, так как я думаю, что ты веруешь, что боги наши вечно пребывают. Я радуюсь о тебе, отвечала Святая. Какая радость может быть у нечестивых! Радость твоя, Егимон, обратится в плач, и гордость твоя обратится в немость. Я верую в Бога, царствую еще над всем, и радуюсь, что подподобилась ради Бога моего войти подвиг этот, в котором с несомненностью надеюсь получить венец победный. – сказал Егимон. – Не уподобляйся своим многословием безумным женщинам, но кротко и вкратце скажи нам, какое имя твое? – ответила Святая. – Я не безумна, но мудра о Христе Иисусе Господе моем. Если же ты желаешь узнать мое имя, то я называюсь Еликонидой. – сказал Егимон. – Тебе дано имя Еликониды не по заслугам, ибо ты по причине великого безумия своего уготовляешь тело свое на мучение и раны. – ответила Святая. – Нет, я по справедливости называюсь Еликонидой, потому что милосердие Бога моего всегда со мной, и я метаю стрелы на отца твоего дьявола. Имя Еликонида происходит от грешеских слов «милость и бросаю». То есть Еликонида – метающая стрелы на дьявола по милости Божией. – Точно так же и тебе вполне справедливо данное имя – Перине, потому что твое нефестивое и окаянное тело вместе с скверной душой и твоей огненными трезубцами будет повлечено в погибель. – сказал Егимон. – Скажи нам вкратце, принесешь ли ты жертву богам или нет? – Клянусь Богом моим осклитием, врачом, что не постижу тебя, если ты не послушаешь повеления Царшего и не поклонишься богам нашим. – Ты слышишь, – отвечала святая, – что я свободно говорю. Я раба Христова. Кто же твой осклит, и я этого не знаю. Делай со мной, что хочешь. Тогда Егимон, преисполнив из гнева, начал мучить святую. Первоначально он приказал ее ногу и распростерка по земле бить, резать ноги ее. Затем велел бросить мученицу в котел, наполненный кипящую смолою. Но внезапно явился ангел Господень, который и остудил котел, превратил кипящую смолу в холодную росу, так что из котла исходило благоухание. Увидав это, Егимон воскликнул, «О, коль велик чародей Христос, который может обратить огонь в воду!» Святая же сказала, обратившись к Егимону, «Считаешь ли ты теперь великими богов своих Дия и Асклипия, после того, каких предстыдила женщина, раба Христова?» От этих слов Егимон преисполнился еще большей ярости и, назвав святую волшебницей, приказал содрать с головы ее волосы с кожей и опалять свищами голову и грудь ее. Все эти муки святая переносила мужественно, как бы не ощущая никакой боли. Потом Егимон, применив гневно кротость, начал с лестью говорить святой, «Дочь любезная, приступи и принеси жертву нашим непобедимым богам, в особенности Винере и Минерве, и я сделаю тебя жрицей Великой Дианы и уравняю тебя с женами сенаторов». Минерва или Афина — это богина мудрости. «Сесть тебя, я выстрою золотой столб посреди города, донесу я тебе царям письменно, и ты будешь как бы матерью всему этому городу». И та же Еликанида отвечала, «Веди меня в храм богов твоих, дабы я принесла им жертвы». Услыхав это, Егимон преисполнился великой радость и тот час приказал проповедникам и трубачам возгласить об этом по всему городу. Затем с великим торжеством повел святую в храм Идольский. Святая же, входя в храм, сказала жрецам, «Я желаю одна наедине сама с собою принести чистые жертвы. Поэтому прикажите всем выйти из храма. Выйдите так же и сами и закройте двери за собою». Жрецы вспомнили ее приказание и оставили ее одну в капище. Сами за стоя вне капища ликовали и возгласали трубами и тимпанами. Между тем невеста Христова, войдя внутрь капища, взяв идол Венеры, разбила его на три части. Точно так же свергла идол Минерры, который упал на землю и совершенно разбился. Потом не свергла с алтаря, а склите и отсекла ему руки, ноги и голову. То же самое сделала и с Дием. Но люди, находившиеся вне капища, не слышали того, что происходило внутри его. Так как звук трупа тимпанов заглушал все, и стояли все вне капища, ожидая, пока девица совершит свои молитвы и жертвы. Спустя достаточное время жрецы, наскучив ожиданием, проникли в капище и, увидав, что боги были повержены на землю, увидав также и святую, восседавшую в алтаре и восхвалявшую Христа Бога своего, то сейчас вскатили, разодрали одежды свои и с великим гневом схватили девицы и повлекли ее к Егимону. Придя к Егимону, они сказали «Погуби волшебницу эту!» И был шум, и бопль среди всего народа того, разгневавшегося на сокрушение идол, все кричали, взывая «О, Егимон, поскорее погуби эту волшебницу!» Егимон приказал отрезать святой мученице сосы и заключить ее в темницу, дабы иметь время размышлять, какой лютой смерти предать ее. И прибыла в темницу святая пять дней. В это время прибыл в Каринск на место от Сириния другой егимон по имени Иустин. Ему было возвещено о мученице Еликониде, о страдании ее и о сокрушении ей идолов. Иустин же весьма ревновавший о богах своих преисполнил великой ярости на Еликониду за сокрушение ей идолов, и приказал как можно сильнее разжечь печь. И разжигаема была печь, став продолжение трех дней. Затем Еустин приказал бросить в печь эту святую Еликониду. И та же, подобно древним отрокам в Вавилоне, ликовала посреди печи, прославляя и благословляя Господа, ибо огонь был для нее как бы росой, и пламень огненный как бы прохладным ветром. Затем из печи вышло большое пламя и устремилось настояться кругом язычников. При этом было сожжено до семидесяти мужчин. И та же, спустя довольно продолжительное время, вышла из огня невредимой. Еликон сказал, обратившись к ней, — Скажи нам, скверная женщина, какими волхвованиями ты возмогла преодолеть силу огненную? Отвечала святая. — Христос, Господь мой, которого ты не видел и которого ты видеть не можешь, придя ко мне, остудил пламень печи. Не веря этому, Егемон приказал принести перед судилища постель медную, велел разжечь ее и положить на нее святую перед глазами своими. Приказав разжигать постель снизу углями, Егемон сказал, — Теперь посмотрим, придет ли Христос спасти ее. В то время, как святая была мучима так, из нее изошло столь много крови, что она погасила огонь. Постель же ее остыла. Тогда мученица была снята с постели и отведена в темницу, где она, припав на землю, молилась так. — Иисусе, сила и крепость наша! — Иисусе, слава наша! — Христе, надежда наша! — Будь мне помощником и уврачуй язвы мои! — Врач добрый, спасающий по благости своих всех уповающих на тебя! Когда она молилась в таких словах, ей явился Христос, спаситель мира, окруженный весьма светлым сиянием, вместе со святым архистратигом Михаилом и архангелом Гавриилом. Подойдя к ней, он подал ей руку свою, сказав, — Встань, поднимись на ноги и укрепись! Я всегда с тобою! Я смотрю за подвигом твоим! Я своей божественной силой облегчаю страдания твои и врачую твои раны! Став на ноги, мученица пала ниц пред Господа, поклонилась ему и сказала, — Иисусе Христе Боже мой, исцели меня, рабу твою! Помоги мне победить врага моего, дабы я, преодолев силу его, могла войти в храм твой с пением и гласом радости! Господь же сказал ей, — Дерзай, дочь моя! Вот я исцелю тебя и приготовлю тебе венец бессмертный в царстве моем вечном! Сказав это, Господь отошел на небо, святые за ангелы дали Иеликониде чистый хлеб, светившийся, как солнце. Вкусив этого хлеба, Иеликониде почувствовала себя совершенно здоровой. Листо ее просветилось, как солнце, и тело ее стало белым, как снег, и возблагодарила святая Бога славословие его до самого рассвета. Когда наступило утро, святая была выведена из темницы, потом отведена на судилище, а затем была отдана на сиденье зверям. На нее были выпущены два голодных льва, ничего не евших в продолжении трех дней. Но львы, подойдя к святой, поклонились ей и начали лизать ее ноги. Народ же, видя это, поднял крик, возглашая, «Воистину женщина – это волшебница, потому что она очаровала даже зверей! Так что они не осмеливаются приблизиться к ней! О, Егемон! Погуби эту женщину, погуби ее поскорее!» В то время, как народ говорил так, двери здания этого силой Божией сокрушились и раскрылись. Те самые львы выскочили и бросились на народ с великой яростью громко рыча. Народ обратился в бегство. Сам Егемон от страха побежал в приторию. Львы же, преследуя бежавших, умертвели из народа сто двадцать человек. Тогда Егемон, не зная, что еще сделать с мученицей, приказал усечь ей голову мечом. Когда святую повели за город для утекновения, она подняла руки свои к небу и начала молиться, говоря так. «О Христе! Боже мой! Прийди ныне ко мне! Предстань, рабе Твое, сейчас этот! Исполни свое обещание и введи меня в святую ограду Твою! Сопречисли меня к Твоим благословенным овцам! Сопречисли меня к женам Тебе угодившим, Сарре, Ревельке, Рахиле, Лии, Сусане! И ко Твоей пренепорочной Матери, Пречистой пресноделье Марии! Также и к Марфе и Марии, сестрам Лазаревым, И к пророчице Анне, Свидетельствовавшая тебе Вместе со святым Симеоном Богоприимцем При Твоем встретении! Сопречисли меня и к Елисавете, Матери Пречечи Твоего Иоанна, И к первомучине с Эфиокли! Присоедини меня к их числу, Исподоби меня почисть с ними навеки! В то время как святая молилась, Так слышен был голос с неба, Возгласивший, «Гряди, дочь моя! Для тебя приготовлен уже Венец и престол! Вот и ангелы начинают Воспевать торжественное песнопение Для Твоего восхода на небо!» Услышав такой голос, Святая Эликанида Ее преисполнилась великой радости И с весельем преклонила Подмечь главу свою! Когда она была усечена, То из раны вместо крови Истекло молоко, Что было знамением чистоты ее! Контина Святой Мученицы Эликаниды Последовала в 244 году! Тело же ее честное Христиане похоронили с благоговением, Прославляя Отца и Сына и Святого Духа, Единого Бога в Троице, Которому высылается слава, Честь и поклонение Ныне и в бесконечные веки! Аминь! Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, Подписывайтесь, Будете регулярно получать С нашего канала!